Сегодня мы проводим лекцию о Шанхайской организации сотрудничества. Это общий обзор с некими углублениями, связанными с практикой лектора, возможно, с безопасностью, с повестками, которые ребята будут обсуждать во время модели ШОС. Лектор у нас сегодня Лукин Александр Владимирович, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМОМИД России, руководитель Департамента международных отношений Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, а также доктор исторических наук. Александр Владимирович является автором множества трудов по востоковедению, является довольно известным в круге востоковедов. Думаю, вы слышали о таких его книгах, как «Три путешествия по Китаю», «Невежество против несправедливости и политическая культура российских демократов», «Медведь наблюдает за драконом» — образ России в Китае в 17-19 веках, и также большое количество трудов в таких журналах, как «Международная жизнь» и так далее. Также хотела бы отметить, что в 2009 году Александр Владимирович был удостоен медали за выдающийся вклад в развитие китайско-российских отношений в честь 60-летия юбилея установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. И почему мы очень рады видеть в рамках лекции про ШОС именно Александра Владимировича? Он является руководителем проекта по созданию и функционированию университета ШОС в ОМГИМОМИД России, также входит в рабочую группу в рамках создания и функционирования университета ШОС и является членом Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности. Поэтому, надеюсь, вам всем будет очень полезно послушать про шанхайскую организацию сотрудничества и про в целом безопасность, ситуацию в Азии и так далее. Вот, Александр Владимирович, передаю вам право хоста встречи в Zoom и передаю вам слово. Спасибо. Спасибо. О, звук включили. Так, демонстрация экрана. Сейчас мы сделаем. Добрый день, вернее, вечер. Я очень рад выступать в Владивостоке, хотя и виртуально. Я в последнее время давно там не был, но раньше часто приезжал. И очень этот город люблю. Сейчас, секунду, я запущу этот экран. Мне сказали, что надо рассказать вам ну, такую обзорную вводную лекцию про ШОС. Это можно сделать, потому что про ШОС, и даже это важно. Так, видно экран, да? Что-то никто не отвечает. Вы слышите меня? Да, все слышно и видно. Презентацию видно тоже, да? Да, презентацию тоже видно. Значит, про ШОС у нас вообще мало знают люди. Хотя организация довольно важная, особенно важная для восточных регионов нашей страны, но и не только. Давайте начнем сразу с общих сведений. Значит, Шанхайская организация сотрудничества – это комплексная региональная организация, которая действует на пространстве ШОС, согласно ее основным документам. А пространство ШОС определяется как евразийское пространство. Точно оно не ограничено, но ясно, что, наверное, в нее могут входить... ...она явно не в отношении к евразийскому пространству. ШОС выросла из шанхайского процесса. Это процесс, связанный с переговорами о границах, о границах и мерах доверия, которые начались еще между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Ну, можете вы знать, что Союзом и Китаем велись очень давно, еще аж с 1964 года. Ну, там, с разными перерывами и так далее. Но под конец существования Советского Союза, после нормализации отношений с Китаем, визита Горбачева в Китай в 1989 году, этот процесс активизировался, и он пошел по двум линиям. Первое, собственно, прохождение границы, уточнение и демаркация. И второе, это меры доверия в отношении границы. Меры доверия имеются в виду в военной области. После распада Советского Союза, лидеры новых стран стали думать, а что, собственно, делать с этими переговорами. Потому что теперь был не Советский Союз, а много разных стран. Из них четыре граничили с Китаем. И было решено продолжить эти переговоры в формате с одной стороны Китай, с другой бывшие Советские Союзы. То есть четыре другие страны, это Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Россия, они составили одну единую делегацию. Так и некоторое время шли переговоры. Это, собственно, и была шанхайская пятерка. Вот вы видите тут лидеров на картинке шанхайской пятерки, которые были в то время, в 90-е годы. Что такое меры доверия? Меры доверия – это вполне конкретный термин. Не то, что доверие в семье или еще где-нибудь. Это меры, которые позволяют государствам не опасаться нападения другой стороны, своего соседа. Вот переговоры по мерам доверия привели в 90-е годы к двум соглашениям. 96-го года об укреплении доверия военной области в районе границы и 97-го года о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ. Если их суммировать, содержание примерно, то договорились с одной стороны бывшей страны бывшего Советского Союза, с другой стороны Китай, о следующем – об обмене информации о согласованных компонентах вооруженных сил и пограничных войск. Не проведение учений, направленных против другой страны. То есть учения проводить можно, например, с другими странами, с европейцами, с США, но они не должны быть явно направлены против другой страны. Да, ограничение учений в целом, то есть проводить их пореже, сокращение вооруженных сил в 100-километровой зоне по обе стороны границы до оговоренных предельных уровней. То есть, опять же, граница у вас недалеко, вы должны знать, что соглашения с Китаем запрещают определенные войска и определенное количество... Вернее, разрешают иметь только определенное количество войск в этой 100-километровой зоне от китайской границы, но и то же самое Китаю запрещают иметь меньше вооруженных сил в этой 100-километровой зоне. И неразмещение речных кораблей в этой зоне, взаимное приглашение наблюдателей на войсковые учения. Все это ведет к тому, что внезапное нападение становится менее вероятным, увеличивается доверие. Параллельно шло рассмотрение нерешенных вопросов пограничного разграничения, доставшихся в наследство от прошлого. Тут мы не будем углубляться. По этому поводу написано много всего по пограничному разграничению, в том числе и у вас там, на Дальнем Востоке. Но только можно подчеркнуть, что к началу 21 века вопросы прохождения границы между СССР, бывшими республиками СССР, в том числе и Россией, но и другими республиками, и Китаем были в целом разрешены. Вот на этой карте, которую вы видите, это карта пограничных конфликтов Китая, которые существуют на настоящий момент. Вы видите, что Китай имеет пограничные конфликты с целым рядом стран, с Индией, в Южно-Китайском море, с Японией и так далее. Но с Россией и другими бывшими странами СССР он таких конфликтов не имеет. что, конечно, большое достижение. К 2001 году, то есть через 10 лет после распада Советского Союза, члены Шанхайской пятерки поняли, что сотрудничество можно развивать и по другим направлениям, помимо проблем границы. И к ним подключился Узбекистан, то есть ШОС, изначальный состав ШОС, это Шанхайская пятерка плюс Узбекистан. И само вступление Узбекистана символическим, поскольку Узбекистан не имеет границы с Китаем, то есть проблематика ШОС, которая была образована в Шанхае, организация ШОС, которая была образована в Шанхае 15 июня 2001 года. В следующем году будет ей 20 лет. Вступление Казахстана, присоединение, то есть Узбекистана символизирует то, что эта группа государства вышла за рамки чисто пограничной проблематики. Дальше началось структурное оформление. На саммите в Санкт-Петербурге 2008 года был принят основной документ ХАРТИ, ШОС, который фиксирует цели, задачи, принципы организации. На саммите 2003 года в Москве фактически завершилось организационное формирование. Были приняты документы, которые регламентируют деятельность уставных органов. Символика, эмблема, флаг вы видели на первой картинке. Эмблему и флаг. Утверждена кандидатура первого исполнительного секретаря ШОС. С 2007 года он стал называться генеральный секретарь. Но это только на русском языке. А на китайском языке то же самое слово. А два официальных языка в ШОС русский и китайский. Поэтому изменения коснулись только одного из них. В ХАРТИ фиксировались задачи укрепления между государствами взаимного доверия, дружбы, добрососедства, развития многопрофильного сотрудничества в целях поддержания укрепления мира безопасности и стабильности, содействия построению нового демократического и справедливого рационального политического и экономического международного порядка, совместное противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму во всех проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, и оборонной, правоохранительной и других областях. Содействие всесторонному и сбалансированному экономическому росту, содействие обеспечено прав и свобод человека, взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирному регулированию, совместный поиск решений проблем, которые могут возникнуть в 21 веке. Основными принципами ШОС стало взаимное уважение и суверенитет и равноправие всех государств-членов, открытость и ненаправленность против других государств. Это, в частности, означает то, что ШОС не является союзом, и тем более союзом, направленным против кого-нибудь, какого-нибудь третьего государства. Те, кто сравнивают ШОС, предположим, с НАТО, это означает, что они не читали уставных документов, потому что в ШОС нет обязательств по взаимной обороне, что является характерной чертой союза. Решение ШОС принимается консенсусом, за исключением вопросов приостановления или прекращения членства в организации. Это происходит во многих международных организациях, но здесь особо подчеркивается равенство членов, потому что среди членов есть большие, типа Китая, Россия, теперь Индия. Есть довольно небольшие, типа Таджикистан или Киргизия. Но у всех у них равный голос при принятии решений. Значит, формирование исполнительных органов. Хартия была зарегистрирована в секретариате ООН, а сама организация в качестве наблюдателя на Генеральной Ассамблее, что означает, что она признана как международная организация, ШОС я имею в виду, международным сообществом. На заседании СГГ, я потом скажу, это Совет глав государства в Бишкеке в 2007 году был подписан договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2010 году в Ташкенте генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и Монолеев, представитель Киргизии в то время был, потому что происходит все в ШОС на основе ротации по буквам русского алфавита. Почему по буквам русского алфавита, это понятно, потому что в китайском языке алфавита нет. И другого принципа быть не могло. Значит, и генеральный секретарь в то время ООН Пан Гимун подписали совместную декларацию о сотрудничестве между ООН и ШОС. После заседания Совета глав государств в 2004 году в Ташкенте, на котором были обсуждены вопросы углубления многостороннего сотрудничества, состоялась официальная церемония второго официального органа ШОС Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры. Первый орган – это секретариат, который возглавляет как раз и генеральный секретарь. Но здесь мы более подробно посмотрим на схему органов, организационной структуры ШОС, как она работает. Значит, основной орган ШОС – это Совет глав государств, который ежегодно собирается на заседания. То, что в прессе называется обычно саммит, встреча на высшем уровне, в действительности, официально, если говорить, это называется заседание Совета глав государств. Он просматривает основные принципиальные стратегические вопросы развития организации. Далее идет Совет глав правительств. Тут возникли некоторые проблемы после вступления Индии и Пакистана. Дело в том, что реальные глава государств – это на самом деле глава правительств. Это потому, что это парламентские республики. Поэтому в Совете глав государств от этих стран участвует глава правительства. А главы государств формально и там, в общем, особой власти не имеют. Но мы потом поговорим про расширение ШОС. На период создания было все понятно. Везде были президенты. Но в Китае там тоже типа президента. Председатель КНР называется. Значит, и далее идет Совет министров иностранных дел, так называемый СМИД. Который готовит встречи глав государств и занимается такими более конкретными делами и внешнеполитическими вопросами. И Совет национальных координаторов. В Министерстве иностранных дел каждого государства-члена есть такой посол по особым поручениям. Он же национальный координатор ПАШОС. В России он еще обычно советник президента. Вернее, представитель президента ПАШОС. И вот эти люди, которые занимаются конкретной координацией всех вопросов развития организации. Два постоянных органа. Потому что эти органы не постоянные. Они собираются время от времени. Но есть два постоянных органа. Секретариат ПАШОС, который занимается организационной работой, находится в Пекине. Ну, тут все логично. Раз шанхайская организация, значит, секретариат ПАШОС должен быть в Пекине. Мы же праздновали раньше Октябрьскую революцию в ноябре. И региональная антитеррористическая структура, РАЦ, находится в Ташкенте. Это орган, который занимается координацией работы правоохранительных органов, государств-членов по борьбе с терроризмом. Отдельный, постоянно действующий орган. Значит, ПАШОС также действует на непостоянной основе, то есть время от времени созывается от совещания разных руководителей разных структур. Например, руководителей парламентов, председателей Верховных судов, секретарей Советов Безопасности, министров различных и так далее. Теперь при ШОС действует несколько общественных организаций, которые поддерживают деятельность ШОС. Тут вот эта линия, которая проведена от секретариата к ним, она на самом деле быть не должна, потому что они никак секретариату ШОС и организации не подчиняются. Это объединение некоторых организаций общественных, которые, ну или там, например, бизнес-структур, которые поддерживают на добровольной основе деятельность ШОС. Значит, это деловой совет ШОС, да, ясно, что там объединены деловые люди. Какие-то предпринимательские объединения, межбанковское объединение ШОС объединяет крупные банки. Энергетический клуб ШОС действует по вопросам энергетики, но он фактически ничего не делает. Университет ШОС. Эту структуру мы о ней потом поговорим, некая такая виртуальная структура. Молодежное объединение ШОС действует довольно активно. Ну, туда входят по несколько, по две молодежные организации от каждой страны. Но туда входят не все страны. Например, Узбекистан туда не входит. И форум ШОС – это объединение, это экспертный форум, который объединяет по одному наиболее авторитетному научному или исследовательскому центру каждой страны. Форум собирается на то же ежегодное заседание, и там ученые обсуждают различные проблемы развития ШОС, пишут рекомендации для руководства своих стран и для секретариата ШОС о том, как с их точки зрения ШОС должна развиваться. Я, кстати, возглавляю российскую часть в МГИМО, форуму ШОС, Национальный исследовательский центр ШОС. Деятельность ШОС можно разделить на три основных направления. Это сотрудничество в области безопасности, в области экономики и в гуманитарной сфере. Наиболее развитая часть – это сотрудничество в области безопасности. Ее тоже можно подразделить на три части. Это военная часть, чисто военные, совместные, основное содержание которой – это совместные антитеррористические учения под названием «Мирная миссия». Второе – это сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Этим занимается РАЦ, региональная антитеррористическая структура. И третье – это борьба с производством и сбытом наркотиков. Значит, военные учения начались в 2003 году, вскоре после образования ШОС. Несколько примеров. В 2003 году были проведены учения Казахстана и Китая. Они только назывались просто взаимодействия. На границе Казахстана и Китая там участвовали пять стран из шести. Задействованы авиацией, тяжелой техникой, артиллерии. В 2005 году «Мирная миссия-2005» в качестве наблюдателей присутствовали министры обороны всех государств, членов ШОС. В 2007 году впервые контингенты всех вооруженных сил, всех стран, участниц участвовали. Это было в Чебаркуле «Мирная миссия-2007» в России. Ну и они проводятся периодически, в последнее время каждый год. Последние учения, это в этом году, летом, прошли в Кемеровской области России. Там впервые участвовали контингенты индийский и пакистанский. Это новых стран-членов ШОС. Вот видите, там индийский флаг развивается над танком. Борьба с терроризмом вторая, из-за безопасности. Здесь был подписан ряд соглашений, на основе которых ведется работа. Но поскольку этим занимается РАЦ, то есть структуры, ответственные за борьбу с терроризмом, то про РАЦ известно не так много, потому что много там конфиденциального. Но вот было подписано соглашение между государствами-членами о региональной антитеррористической структуре, на основе которой РАЦ, собственно, возникла. Утверждена концепция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. И вот не так давно конвенция ШОС по противодействию экстремизму. Ну, характерная черта здесь, можно сказать, ШОС, что в документах ШОС терроризм рассматривается не отдельно, а как вы видите из названия, вот концепция 2005 года, вместе с такими проблемами, как сепаратизм и экстремизм. Потому что каждое государство ШОС является не только мишенью для террористов, везде проводились в то или иное время террористические акты, но и страдает от сепаратизма и разных деятельностей различных экстремистских организаций. На этой картинке, кстати, интересное совещание не только ШОС, но также СНГ и ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности. Потому что именно в этом году, во время председательства России в ШОС, возникла идея объединить усилия этих трех организаций в борьбе с терроризмом. Третья борьба с оборотом наркотиков. Был тоже подписан ряд соглашений о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Прекурсоры, кто не знает, это вещества, из которых могут делаться наркотики. Трехуровневый механизм был создан взаимодействие антинаркотических ведомств стран, то есть сверху донизу. Создано совещание руководителей компетентных органов государств ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ну, такое длинное название, потому что в каждой стране этим занимаются разные ведомства. Да, и также другие группы, созданные, которые занимаются вот по линии ШОС координацией борьбы с наркотиками. Экономическое сотрудничество развито довольно слабо. Несмотря на то, что с самого начала в ШОС много говорят об экономическом сотрудничестве, вот вы видите, что уже на первой встрече глав правительств, глав правительств государств, членов ШОС этим занимаются вообще экономическим сотрудничеством по большей части главы правительств, потому что в этих странах главы правительств, премьер-министры занимаются экономическими вопросами чаще всего. Да, по крайней мере, в шести изначальных членах. Значит, был подписан в Алма-Ате меморандум между правительствами государств, членов ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества. Затем принято ряд документов, программы, например, многостороннего сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества. Там было выделено несколько объектов. Но практически сделано было очень мало, потому что в ШОС не был создан механизм финансирования совместных проектов. Поэтому совместные проекты экономические в ШОС фактически не организуются, нет какого-то банка или фонда, который от ШОС может финансировать проекты, как, например, проекты ООН или проекты Европейского Союза. Ну, поэтому осуществляется в основном лишь отдельное создание организации. Фактически ни один проект многостороннего экономического сотрудничества так и не был запущен, за исключением от двух дорог. И некоторые проекты, я уже скажу, поставляются не усилиями организации. Например, финансируется не из бюджета организации, потому что бюджет организации очень маленький. Он буквально несколько миллионов долларов. Так, Александр Владимирович вылетел, я так понимаю. Да, я же одна не слышу сейчас. Сейчас я позвоню лектору. Подождите, пожалуйста, пару минут. После создания организации фактически ни один проект многостороннего сотрудничества так и не был запущен по причинам, о которых я говорил. В основном все отчеты заинтересованных ведомств содержат данные о росте двустороннего сотрудничества. То есть ШОС как бы в своих документах поощряет двустороннее сотрудничество и какая-то роль в этом организации существует, но многостороннее сотрудничество практически отсутствует. Тоже можно сказать и о кредитах, которые, например, Китай выдает государством ШОС. То есть фактически Китай выдает кредиты по линии ШОС, как они утверждают, но в действительности на двусторонней основе. Значит, гуманитарное сотрудничество. Базовый здесь документ – это межправительственное соглашение о сотрудничестве в области образования. Образование – это самая развитая здесь сфера. Значит, происходит обмен учащимися, научно-педагогическими работниками и так далее. Механизм совещания ШОС запущен в области образования. И создан университет ШОС. Но университет ШОС – это не какой-то университет, который где-то находится в каком-то здании. Это виртуальная структура, которая состоит из некоторых программ, которые приняты в утвержденных в каждой стороне университетах. Причем в этих программах участвуют не только члены стран ШОС, но и, например, государственные наблюдатели, партнеры по диалогу, такие как Белоруссия и ряд других. Это направление развивается, эти программы существуют в ряде университетов. В России их, если я не ошибаюсь, 17. Но пока, так сказать, не создан какой-то такой центр в какой-то стране, куда вот можно было бы, например, поехать и учиться в университете ШОС. Значит, научно-техническое сотрудничество сюда тоже относится сформирован механизмом совещания руководителей Министерства и ведомств науки и техники, да, и так далее. Есть разные другие механизмы. В области культуры основным документом является соглашение между правительствами о сотрудничестве в области культуры, подписанной в 2007 году. Есть механизм совещания министров культуры. Во встречах по культуре участвуют и государственные наблюдатели. Проводятся разные фестивали, выставки и так далее, отдельные мероприятия. И вот определенную роль играет молодежный совет ШОС, который довольно активно организует молодежные обмены. Здравоохранение, да, тоже можно отнести к гуманитарной сфере. Здесь еще в 2009 году было заявление принято по борьбе с инфекционными болезнями. Принята программа информирования об эпидемической ситуации, вызванной инфекционными заболеваниями. Но надо сказать, что, вот, например, в условиях нынешней эпидемии, пандемии, да, ШОС, как, впрочем, и все прочие международные организации, особой роли не сыграли, не сыграло. Здесь государства как бы замкнулись сами в себе и действуют довольно-таки самостоятельно. Значит, форум ШОС, я сказал, экспертный форум, в котором участвуют по одной авторитетной, наиболее организации в области исследований ШОС из каждого государства. Они занимаются рекомендациями для секретариата ШОС, для руководства своих государств. проводят исследования в разных сферах. В том числе, вот, в России, это наш центр Восточной Азии, исследование Восточной Азии, ШОС и МГИМО. Вообще, ШОС занимается не так много исследовательских центров. В России их всего, может быть, два или три. Поэтому лидером здесь быть, ну, проще, чем в некоторых других областях. Значит, расширение ШОС. В 2017 году произошло формальное расширение ШОС, а шестерка превратилась в восьмерку. Вот вы видите, восемь лидеров новой РГ, в том числе новых стран Индии и Пакистана. В результате общая численность населения стран ШОС стала равна трём миллиардам, более трёх миллиардов человек. Огромная территория, мощная экономика, прежде всего, китайская, но также индийская, не такая уж маленькая, и довольно быстро растёт. Крупная и российская экономика, хотя и в десять раз меньше китайской. Кроме постоянных членов, значит, полных членов ШОС, существует ещё два статуса наблюдателей и партнёра по диалогу. Вот партнёры по диалогу — это Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Первый статус наблюдателя даёт право участвовать во всех мероприятиях ШОС без права голоса. То есть это как в Совете Безопасности ООН. Есть постоянные члены, а есть члены, значит, просто члены без права голоса. Но участвовать можно везде, в том числе участвовать в дискуссиях, вносить предложения и так далее. И следующий статус — это партнёры по диалогу. В настоящее время их шесть — Азербайджан, Армения — две крупные дружественные страны, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Партнёр по диалогу — это несколько ниже статус. Они участвуют в отдельных проектах, в каких-то отдельных мероприятиях, но, например, на саммиты не приглашаются их лидеры, и во всех мероприятиях они не участвуют. Вот, вы видите, по цветам показано, значит, синий — это постоянные члены, зелёный — это четыре наблюдателя, в том числе Монголия, которые находятся посередине и являются некоторой такой дыркой на пространстве шос. Вот, но она даже и не стремится к тому, чтобы стать полным членом по своим собственным причинам. И жёлтые — это партнёры по диалогу. Ну, и вот в заключение, да, сколько там у нас времени, могу сказать. Ну, как раз примерно как и положено. Значит, несколько дней назад, 10 ноября, состоялся саммит, а, как мы знаем, саммит — это в действительности заседание Совета глав государств, он был перенесён, должен был состояться в России, в Санкт-Петербурге. Или, говорили о каких-то других городах, ещё, ну, как всегда, весной или там в начале лета. Но он был перенесён в связи с пандемией и состоялся формально в России. Это, значит, под председательством России. Вот видите, Путин тут самый большой, потому что он председатель. Вот, он вёл заседание как председатель. Но всё это было онлайн, так же, как и наши лекции онлайн в связи с пандемией. Значит, что такое председательство ШОС? Значит, председательство — это, значит, каждый год, раз в год, какая-то страна назначается председателем ШОС, и она, как бы, отвечает в этом году, должна проявлять инициативу, выдвигать больше предложений, организовывать различные мероприятия. Вот Россия была председателем с 2019 по 2020 год. Ну, уже не первый раз, потому что, как я сказал, председательство передаётся, как и всё в ШОС, способом ротации по буквам русского алфавита. Да, значит, в соответствии с ротационным циклом Россия председательствовала в 2019-2020 годах. До этого председательство было в 2014-2015 годах, и тогда саммит прошёл в Уфе. Председательские функции к России перешли от Киргизии по алфавиту. От Киргизии, потому что Киргизия в действительности называется Кыргызская республика, и она идёт после Казахстана по алфавиту. Если бы она была Киргизия, да, и не изменяла бы своё название на русском языке, ну, она всё равно была бы, наверное, после Казахстана, но могла бы быть выше. Вот. Значит, в числе основных приоритетов российского председательства, на чём Россия сконцентрировала своё внимание, это консолидация ШОС, углубление внешнеполитической координации государств-членов, повышение роли организации в международных и региональных делах, расширение партнёрской сети, укрепление взаимодействия в сфере политики, безопасности, развития практического сотрудничества. В период российского председательства в 2019 году, когда пандемии ещё не было, состоялись заседания Совета главправительств в Ташкенте, это второй орган ШОС, как вы знаете, после Совета главгосударств, совещания представителей верховных судов, министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность в Ташкенте в сентябре прошлого года, министров, которые отвечают за вопросы окружающей среды, руководителей Министерства ведомств науки и техники и так далее, заседания Совета региональной антитеррористической структуры в Санкт-Петербурге. В соответствии с антинаркотической стратегией государств-членов ШОС на 2018-2023 годы была проведена международная антинаркотическая операция «Паутина» 23-29 мая, то есть конкретная операция по борьбе с наркотиками. Также по линии РАЦ, региональной антитеррористической структуры, в ШОС осуществляется пограничная операция «Солидарность-2019-2021». То есть, как я вам и говорил, в области безопасности происходят определенные события и есть довольно широкая деятельность. Но затем из-за введенных в государство-членов ШОС ограничительных мер в связи с пандемией, в том числе на официальные зарубежные поездки, Россия была вынуждена внести коррективы в план мероприятий российского председательства. Изначально он насчитывал более 90 встреч, заседаний, совещаний и форумов, но начиная с марта этого года отдельные встречи были перенесены на более поздний срок, так же, как и саммит, собственно. В очном формате состоялись, правда, заседания в этом году Совета министров иностранных дел в Москве в сентябре, Совещания министров обороны тоже в сентябре в Москве. В целях подготовки данных и других мероприятий регулярные заседания проводились Советы национальных координаторов. Уже в формате видеоконференции состоялись совещания министров иностранных дел, встречи руководителей туристических организаций и ряд других. Я вам все это так подробно рассказываю, чтобы вы понимали, что в ШОС ведется определенная работа, когда где-нибудь вы читаете, что по ее поводу существуют самые разные мифы, начиная, особенно среди тех, которые распространяют, кто мало знает вообще структуру и деятельность организации, начиная от того, что государство, что ШОС вообще ничего не делает, и кончая тем, что она вот-вот превратится в какой-то, предположим, антизападный военный альянс. На самом деле ШОС занимается совсем другим, и ни того, и другого никогда не будет. Значит, из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации встреча главгосударств, совет главгосударств, как я сказал, был перенесен с июля на ноябрь и прошел 10 ноября. На этой встрече был принят целый пакет документов, которые включают политическую декларацию, информационные сообщения и несколько тематических заявлений. Например, в связи с 75-летием победы во Второй мировой войне, о противодействии распространению террористической, сепаратистской, экстремистской идеологии, в том числе в сети интернет, ну и некоторые другие, внесенные разными странами, в том числе не только России, но и Китаем, и Узбекистаном. Таким образом, что мы можем сказать в заключение? Мы можем сказать, что ШОС существует, работает, развивается, но надо иметь в виду, что организация эта стала не совсем такой, как задумывалась. Она не является союзом, этого, правда, и не задумывалось, но она не стала и не является так же интеграционным объединением в экономическом смысле. Потому что, ну, как, например, Евразийский экономический союз, потому что цели объединить экономики или серьезно их сблизить не ставятся. И это понятно, почему. Потому что в Харте и ШОС, в принципе, провозглашается цель, что необходимо стремиться к общему рынку. Но в действительности особых шагов не делается в этом направлении, потому что китайская экономика в случае введения, значит, общего рынка просто может убить экономики многих, особенно малых стран. И поэтому именно малые члены ШОС опасаются серьезной экономической интеграции. И здесь возможно, скорее, только сотрудничество в области законодательства, улучшение некоторых условий для, например, перевозок международных товаров, о которых сейчас тоже идет речь. Но то, что ШОС станет, предположим, Европейским экономическим союзом или даже чем-то, или каким-то образом сблизится по направлению деятельности с Евразийским экономическим союзом, этого ожидать вряд ли стоит. Ну, что я могу сказать под конец? Это интересная международная организация, в нее стоит очередь. Ну, в частности, например, очень многие страны хотят стать наблюдателями, некоторые хотят стать полными членами. Она, может быть, не идеальна и развивается не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, в принципе, развивается и будет существовать, я думаю, долгое время. Спасибо. На этом я закончу. Могу ответить на вопросы. Хорошо, спасибо большое. Очень интересный обзор как раз-таки о всех сферах работы ШОС. Я думаю, мы все теперь поняли, что эта организация действительно работает, и, да, хоть о ней знают немного, но работа идет, и это очень хорошо. Я сейчас озвучу несколько вопросов из чата, и потом дам возможность студентам озвучить свои вопросы самостоятельно. Я думаю, я вам сразу озвучу все вопросы, которые есть в чате, чтобы не перебивать нам друг друга, и вы на них ответите, как вам будет удобнее, в каком порядке хотите. Смотрите, первый вопрос, который задается о том, может ли сыграть ШОС какую-то роль, например, в процессе сопряжения Евразийского экономического союза, пояса и пути. Вы говорили, что оно как бы особого участия не принимает, но может быть как-то технически, или есть какая-то все равно работа, говорят об этом. И, дополнительно, играет ли ШОС и стремится ли ШОС играть, в принципе, какую-то ключевую роль в принятии глобальных решений, допустим, в рамках ООН или в рамках взаимодействия с какими-то другими союзами, возможно. И с этим, в принципе, связанный вопрос задает студент Назар Кудрявцев. Есть ли будущее у ШОС, как вы думаете? Потому что вот на взгляд этого студента организация, в принципе, достигла потолка своего развития, и больше каких-то поворотных инициатив не наблюдается, по крайней мере, их развитие. Вот это пока два вопроса вам. Ну, в процессе сопряжения, как я уже сказал, ЕАЭС – это прежде всего экономическое объединение. Да, началось с таможенного союза. Пояс и путь – тоже в основном экономическая программа. Вернее, даже две программы. Сопряжение, кстати, происходит не между ЕАЭС и поясом у пути, а между ЕАЭСом и только путем. Или как это там? Ну, короче говоря, только с одной программой из двух, потому что другая программа, она касается вообще Южно-Китайского моря и Юго-Восточной Азии – это морской шелковый путь. Поэтому тут у нас сопряжения не происходит никакого. Сопряжение же – это по декларации 2015 года. Там сказано об этом. Ну, короче говоря, дело не в этом. Дело в том, что... Я не думаю, что ШОС... Ну, тут всякие такие... Есть абстрактные мыслители, которые пишут, что ШОС тут будет играть какую-то роль. Я бы сказал, что вряд ли. Да? Потому что ШОС в основном движется в сторону и развивается в сторону в области безопасности. и в экономике может играть только какую-то вспомогательную роль. Возможно, Индия, вот, как новый член, будет продвигать какие-то экономические проекты, особенно в Центральной Азии. Но это мы еще посмотрим, потому что там есть много всяких проблем. У Индии с Китаем, у Индии с Пакистаном и так далее. Вот пока ничего такого не намечается. Что касается глобальных вопросов, то ШОС – это не глобальная организация, это региональная организация. Члены ШОС координируют по некоторым вопросам свою позицию, выступают с заявлениями по каким-то там глобальным вопросам, которые прямо пространства ШОС не касаются. Ну, часто там могут координировать свое голосование, предположим, в ООН. Но, в принципе, ШОС – это не та организация, которая будет играть, ну, в задачи которой входит какая-то глобальная роль. Здесь скорее надо о БРИКС, например, говорить, да, который вот именно занимается тем, что пытается реформировать глобальную систему управления. Вот так. Что касается, есть ли будущее, ну, это, знаете, такие разговоры общего плана. Что значит «есть будущее»? Она же существует? Она что, ее распустят или что? Значит, будущее есть. Она будет существовать в будущем. Другой вопрос, чем она будет в будущем заниматься. Я вам сказал, что она эволюционирует в сторону в основном обсуждения вопросов в области безопасности, да, вот заниматься будет некой координацией борьбы с терроризмом, как в военной области, да, отрабатывать. Ведь чем отличается Союз, например, организация типа ДКБ от ШОС? В ДКБ существуют органы совместного управления вооруженными силами. Есть некоторые совместные воинские части, да. В ШОС такого никогда не будет, потому что не ставится такой задача. Но в ШОС проводятся, тем не менее, совместные учения. Да, то есть ШОС не строит совместных вооруженных сил, но ШОС занимается обучением армии других членов. Но одни армии обучают другие, или они делятся опытом, да, в той области, где у одной из армий какие-то там, может быть, накоплен больше опыта. Вот этим и занимается ШОС. Это не значит, что они ничего не делают, потому что мы не исходим из максимализма. Обязательно там все государства должны вступить в Союз или обязательно воевать друг с другом, наоборот. Да, бывают некоторые промежуточные этапы отношений. Вот, то есть она будет существовать, да, но, значит, в экономике, я думаю, ничего особенного не будет достигнуто, потому что, в общем, такой задачи не ставится, да, на по сути дела. То есть что-то будет, в основном, как я сказал, координация законодательства, да, но это обсуждается создание там более благоприятных возможностей для прохода транспорта через границу. Ну, это же не значит, что ничего не делается. Это хорошо, да. Молодежь мыслит глобально всегда, да. Но, с другой стороны, для простых людей, бизнесменов, если вам можно проехать, вот, там конкретно идет речь о том, что вы можете пройти таможенные процедуры на границе быстрее, если вы едете с каким-то там удостоверением ШОС, то это очень хорошая практическая мера, да, вот такого типа. Но задача интеграции, то есть вот создание общего рынка, например, пока не ставится. Ну, вот в таком духе. Угу, хорошо, спасибо. Сейчас я даю слово студенту Никите Вахтину. Я пытаюсь дать запрос на... Да, у меня уже могу говорить. Еще раз, здравствуйте, Александр Владимирович. Значит, мой вопрос, он состоит как бы из непосредственно самого вопроса и из Конституции, то, что нужно как бы разъяснить. Мой вопрос заключается в том, что на неочередном саммите ШОС в Пекине было объявлено о формировании так называемого особого пути, подхода к внешнеполитическим отношениям, это шанхайского духа, который противопоставляет себе модели времени холодной войны. И именно эту часть, вот этого соглашения, было рассережено на средства массовой информации. РИА, новости, Жемень, Женьбао и так далее. Однако последние события 2020 года показали, что даже попытки ШОС создать область безопасности не особо увечались успехом. Эти два события посвящены именно Индии. В 2007 году Индия вступила в ШОС. И приграничный конфликт, который в 2020 году разгорелся, это Арану-Чал-Прадеш. И посещение госсекретаря США Майка Помпео, где было заключено два соглашения о стратегическом сотрудничестве и о военной продаже техники. То есть, первый вопрос, не кажется ли вам, что вступление Индии и Пакистан немного пошатнет организацию, а, соответственно, может положить конец этой организации? Все-таки эти страны, они начинают активно действовать и в военном противостоянии, и искать себе союзников на стороне, то есть Америка. И, конечно же, Россия сама говорила, что влияние Америки в этом регионе пошатнет. Это вот, если считать, Центр стратегический планировок при президенте Российской Федерации, там они очень активно об этом пишут. И второй вопрос. Если Индия, как Индия воспринимает ШОС? Воспринимает ли Индия ШОС в долгосрочной перспективе? Или воспринимает ШОС как, как сказать правильно, как трибуну для своей позиции, как трибун для озвучивания своей позиции? Вот два моих вопроса. Ну, значит, ваш первый вопрос свидетельствует о том, что я, видимо, плохо до вас донес идею о том, что в мире существуют разные организации, и ШОС не является союзом. Поэтому, во-первых, отношения Индии с какими-то либо другими странами не являются, скажем, США, и другими нечленами ШОС не являются подрывом ШОС. Потому что ШОС сотрудничество в рамках ШОС не направлено против других стран и не ставит таких ограничений. Что касается шанхайского духа, то существует такой термин, да. Про него много чего пишут разные мыслители. Но в целом можно сказать, что шанхайский дух и вот основная идея организации заключается в том, в стремлении к многополярному миру, и, как говорят в России, демократизации международных отношений. То есть в ориентации на то, что в мире не должно быть одного центра, который диктует всем свою волю или свои правила. А что, так же как в ШОС, в мире должно быть несколько... Ну, вернее, необходимо признавать, что в мире существуют разные направления развития, разные культуры, там разные центры цивилизации. Да, в ШОС есть китайская цивилизация, великая индийская цивилизация, да, циврально азиатские государства, тоже интересная цивилизация. Ну и Россия такая, не знаю, кто говорит, отдельная цивилизация или полуцивилизация. Но страна довольно крупная. Таким образом, с этой точки зрения, ну именно это и говорит как раз о том, что каждый из них может проводить свою политику. Да, ведь Индия не вступает в союз США. Да, Индия проводит многовекторную политику, так же, как и все другие страны. Индия, вступая в ШОС, не давала обязательств, что она не будет встречаться с Помпео. Да, или там с кем-то еще. Ну, это, значит, первое. А что касается второго, не внесет ли это раскол в ШОС, значит, я должен сказать, что вообще международная организация никогда не занимается отношениями между членами. Да, нет такого правила, потому что иначе это подорвало бы любую международную организацию. Я помню, что в 90-е годы я ездил в НАТО, я тогда учился там за границей, вернее, в аспирантуре был. И мы ездили в секретариат НАТО, да, в Брюсселе. Я там задавал такой же вопрос, потому что я был такой же, как и вы, примерно, задавал вопрос, а как вот вы относитесь к тому, что один из членов НАТО, вашей организации, оккупирует часть территории другого государства? Ну, я имел в виду Турцию, да, которая оккупирует часть, до сих пор оккупирует часть Кипра. И человек, который вел там этот брифинг, он сказал, о чем вы вообще говорите? Я ничего не знаю. Мы вообще этими вопросами не занимаемся. Это двустороннее отношение, пусть там разбираются сами. То есть, задача международной организации заниматься многосторонними вопросами, а не двусторонними вопросами. Если мы... Противоречие, кстати, в ШОС, как и в любая организация, существует совсем не только между Индией и Китаем, или Индией и Пакистаном. Довольно большие противоречия между... Пока, мере, до недавнего времени существовали и между там Узбекистаном, скажем, и Киргизией. Да, или Узбекистаном и Таджикистаном. Ну, что ж теперь вообще двусторонних организаций не создавать? У стран ШОС много, так сказать, разные подходы по целому ряду вопросов. Например, по территориальной целостности. Ни одна страна ШОС не признает присоединение Крыма к России, например. Ну, что? Вот у нас тут есть некоторые различия. Что ж теперь нам? Из-за этого дороги нельзя строить совместно, что ли? Так что у вас эти представления, как бы они несколько абстрактные, да? Нужно понимать то, к чему относятся. Да, так ситуация конфликтов двусторонних есть во многих организациях. А что-то вы еще я на все ответил или нет? Забыл. По-моему, был еще вопрос про Индию. Является ли ШОС площадкой для высказывания мнения Индии? По-моему, про это не было сказано. Ну, я примерно сказал, что я думаю, что ШОС не может заниматься регулированием отношений Индии с другими странами. там с Пакистаном или, предположим, с Китаем. Но то, что эти страны хотя бы встречаются в ШОС, да, их лидеры, могут на полях в ШОС вести разговоры и сам факт, что они входят в одну организацию, может, играет, безусловно, позитивную роль, потому что это лишнее место, где они могут разговаривать. Да, ничего плохого в этом нет. ШОС же от этого не развалится. какие-то проекты там, может быть, не будут проводиться, потому что там, ну, например, Китай там строит что-то на спорной территории, да, в Пакистане, которое спорное с Индией. Но этот проект так спокойно и суеверен. идти. Но ШОС не будет этим заниматься, но будет заниматься какими-то другими проектами, потому что Индия, нельзя сказать, что так уж полностью в конфронтации с Китаем, помимо того, что у них есть споры приграничные и даже они дерутся палками, но кроме этого у них есть огромная сфера для сотрудничества, довольно серьезная торговля и так далее. Алексей Вадимирович, Александр Вадимирович, прошу прощения, вы относили на все мои вопросы, но по поводу моего представления, это я вам сразу сказал, что так растереживали средства массовой информации, вот из этого был задан вопрос. Вопрос был больше газетный, потому что очень много неточных террористов происходит в газетах, и поэтому я хотел от вас это выяснить как от специалиста, правы ли эти газетчики, и вы, естественно, развили мои сомнения. Спасибо большое. Я не знаю, я газеты вообще как-то не читаю, и вы не читайте. Читайте вот умных людей в интернете. Да, это точно. Хорошо, спасибо большое. И у нас остается пять минут, и я хотела задать такой заключающий вопрос, который, думаю, поможет именно в рамках проекта «Модель ШОС», в рамках которого мы вас, собственно, и пригласили. Здесь среди слушателей присутствуют участники, которые будут как раз-таки представлять разные страны ШОС в рамках комитетов, которые я вам отправляла, и, возможно, у вас есть какие-то советы, на что ребятам нужно обратить внимание при подготовке, возможно, какая-то определенная сторона интересов стран в рамках ШОС, или процесс принятия решений в рамках ШОС, то есть вот что-то такое, что им нужно иметь в виду. Я, честно говоря, никогда не участвовал в таком мероприятии, но я, как понимаю, идея в том, чтобы как бы, как это сказать, воссоздать дискуссию, которая может вестись в ШОС. Для этого необходимо прежде всего изучить хорошо позицию страны, не выдумывать свои мысли. Если вы говорите за Индию, то вам надо как-то понять, как именно Индия на это смотрит. Что непросто, потому что в Индии про ШОС не так много пишут. То есть я посоветую почитать документы, которые есть, и понять. Кстати, кто-то спрашивал, зачем Индия вступила в ШОС, грубо говоря. Да, вот надо в этом разобраться. У меня тоже про это какие-то есть статьи. У Индии большой интерес. Во-первых, потому что ей не нравится, что там Китай всем руководит. Хотя бы для этого. У Индии множество своих проектов. Индия не поддерживает, например, пояс и путь, именно потому, что его Китай выдвинул. И эти проекты. Во-вторых, в Индию очень большой интерес в Центральной Азии. Когда-то вообще была одна страна, империя Бабура, когда Центральные Азиаты завоевали Север Индии. Север Индии, Центральной Азии, Афганистан, это все была одна империя. Ну и они чувствуют сильно культурную близость. Индийцы говорят, что когда мы приезжаем в Центральную Азию, там все похоже на нас. Еда похожая, привычки и так далее. Поэтому они очень заинтересованы в развитии отношений с Центральной Азией и несколько балансировать там влияние Китая. И это кстати выгодно России, потому что вот тут кто-то тоже писал, что это возвращение Китая в Центральную Азию, встает вопрос о конкурентности России и Китая в регионе. Ну да, вот именно поэтому Россия это и важно, потому что российская экономика в 10 раз меньше китайской и конечно у нее есть традиционное влияние в Центральной Азии, это была долгое время одна страна, там культура похожая на нашу, все говорят на русском или почти все и так далее. Но Китай настолько огромная экономика, что совершенно естественно, что влияние Китая там сильно увеличивается. Если там будет влияние каких-то других стран расти, то на этом можно немного поиграть это все-таки. Как я говорил, в школе конечно хорошо, как у тебя один большой друг, но лучше, чтобы было несколько на всякий случай. Вот так вот. А вот в процессе принятия решений, понятное дело, что все решается консенсусом и у стран равный вес в голосах, но есть ли все-таки что-то невидимое на уровне работы, что все-таки какие-то государства чуть больше имеют влияние на остальные? То есть то, что сказала эта страна, скорее всего, будет принята организация, чем там, если это скажет другая страна. Ну это конечно есть, без этого не может, потому что просто влияние таких стран, как Россия и Китай, а теперь уже Индия, естественно больше, хотя потому что у них есть много рычагов убеждения. Например, если у небольшой страны типа Таджикистана серьезно развитая Китай там первый торговый партнер, то если Китай что-то предлагает, то им довольно сложно не поддержать, потому что мало ли на чем это отразится потом. Это не значит, что их там прямо пугают и оказывают давление. Ну просто зачем раздражать такого большого и сильного партнера. Естественно, так и есть. У России больше влияния, многое еще зависит от инициативы. Да, кто проявляет инициативу. Больше того, у России и Китая там доля в бюджете. Ну бюджет он небольшой, как я вам говорил, но все равно Россия и Китай вносят гораздо больше туда, чем другие страны, и поэтому у них больше должностей например в секретариате, чем у других стран. Но в принципе, если даже малая сторона хочет, заблокировали, она может. Ну например, вот в последнее время Таджикистан посыл с Ираном и в общем блокирует все дискуссии о том, нужно ли принять Иран полным членом. и никто ничего сделать не мог. Ну то есть не то, чтобы кто-то особо хотел, если бы все очень захотели, они могли бы убедить Таджикистану, но поскольку такое вот Россия, например, уже несколько раз говорила, что она поддерживает Иран, Китай там занимает промежуточную позицию, а Таджикистан активно против, и вот пока такие разговоры не ведутся. То есть право такое есть, и такие случаи бывают. Хорошо, спасибо большое. По таймингу мы как раз завершаем нашу лекцию. Я хочу вам выразить благодарность от имени ДВФУ и от имени всех слушателей сегодняшних за такую интересную лекцию. Я думаю, нам всем действительно будет она очень полезна. И сообщаю всем, что данная лекция была записана с хотела у вас спросить разрешение, можно ли нам эту запись опубликовать, Александр Владимирович? Можно, конечно, пришлите только ссылку, я ее тоже куда-нибудь повешу. Хорошо, обязательно. Будет доступ к записи, поэтому спасибо всем еще раз большое. Вам хорошего дня, Александр Владимирович, всем остальным хорошего вечера, и надеюсь когда-нибудь увидимся еще в рамках проекта ДВФУ. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания.